Героический поступок, на который решится не каждый. Подразделение молодого офицера-десантника Ивана Фролова во время сражения в Мариуполе попало под обстрел. Перед командиром встал тяжелый выбор – спасать себя или товарищей. Иван Фролов поступил как герой. Фактически вызвал огонь на себя противника. В результате это подразделение смогло не только выполнить поставленную задачу, но и сохранить жизни военнослужащих. Но, к сожалению, под обстрелом он получил тяжелое осколочное ранение и погиб. По словам учителей, Иван Фролов всегда отличался целеустремленностью и силой духа. Еще в школьные годы он твердо решил стать кадровым офицером. На уроках проявлял интерес к военным песням, рассказывает его классный руководитель Людмила Гераськова. Видно было, что он так искренне говорит о том, с каким уважением он относится к тем, кто забывает о себе, а думает об окружающих, кто защищает Родину. Не случайно я вот сейчас вам показала несколько песен, которые он своей рукой написал, а циррокопировал, чтобы мы их пели. После окончания гимназии Иван поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, где освоил множество дисциплин. Когда я узнала, что он уничтожил вражеский танк, сам смог управлять танком, когда я узнала, что оказывается, он еще прошел и водолазную подготовку, и парашютный спорт, и он освоил борьбу, получается, что он был универсальный боец. Я горжусь тем, что этот герой учился именно в третьей гимназии. Сохранить воспоминания о бывшем ученике в гимназии решили с помощью парта героя. Его имя, портреты, награды украсили ученический стол. Сегодня очень важно, что парта героев, она будет напоминать всем ученикам гимназии о том, что среди них рос такой мальчишка. Именно здесь он учился, именно здесь он стал настоящим мужчиной, он стал патриотом, и они должны знать его биографию, знать его историю и равняться на ней. Право сидеть за такой партой предоставляется отличникам, принимающим активное участие в жизни гимназии. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Право сидеть за партой герой.